Шелест травы, топот копыт, свист тетивы и дуновение степного ветра, попавшего в полый стебелёк. Всё это звуки, которые окружали наших предков. Вслушиваясь, люди научились воспроизводить их сами, придумав самые разнообразные музыкальные инструменты. Мобильные, лёгкие и удобные для кочевой жизни. Это проект о музыкальных инструментах, созданных великой кочевой цивилизацией. Абширонский полуостров, Азербайджан. Это Габустан, историко-археологический заповедник. По данным учёных, человек здесь появился в эпоху Мезолита. 12 тысяч лет назад между этих скал первобытные люди укрывались от непогоды, приручали огонь, учились жить и молились солнцу. Камни Габустана сохранили тысячи наскальных рисунков, которые повествуют о жизни, быте и культуре самой ранней цивилизации Абширона. А это гавалдаш. С азербайджанского означает «камень-бубен». По данным учёных, 6 тысяч лет назад древние люди использовали эту глыбу из ракушечного известняка в качестве ударного инструмента. Гавалдаш издаёт различные звуки в определённых местах. Всё зависит от плотности раковин в составе известняка. Пожалуй, это один из самых первых в мире идиофонов, которые освоил человек. Шли тысячелетия, сменялись века. У берегов Седова, Каспия то и дело зарождались и уходили в небытие древнейшие цивилизации, появлялись новые культуры. Так, спустя тысячелетия после первых звуков примитивного гавалдаша, во дворцах звучали самые разные музыкальные инструменты. Азербайджан — страна древних и богатых фольклорных традиций, истоки которых уходят вглубь веков. И, пожалуй, едва ли не самое важное место в них занимают музыкальные традиции. А вместе с ними и музыкальные инструменты. Сегодня каждый из них является ожившим памятником древнейших культур. Это ансамбль старинных музыкальных инструментов. Был создан почти четверть века назад и с тех пор является неотъемлемой частью Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана. Иными словами, в уникальном музее экспонаты не просто выставлены в экспозиции. Здесь каждый посетитель может не только увидеть, но и услышать прекрасное звучание старинных инструментов. Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана был основан в 1967 году. Это не означает, что он был открыт для посетителей в этом году. Долгие годы собирались коллекции, собирались музыкальные инструменты, архивные документы, фотографии, звукозаписи. То есть все то, что отражает музыкальную культуру Азербайджана. Но, конечно же, коллекция музыкальных инструментов представляет жемчужину коллекции музея. Многие инструменты исследователи восстанавливали, кропотливо изучая историю, фольклор и произведения старинных авторов. Неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры и реконструкции старинных инструментов внес профессор Меджнун Керимов. Музыкант и исследователь за два десятка лет смог возродить порядка десяти утерянных музыкальных инструментов, а потому его так и называли – Меджнуном музыки. Начиная с 1975 года, Меджнун Керимов, азербайджанский исследователь, по образованию тарист, он задался целью вернуть эти инструменты и предпринял множество усилий по сбору всех данных об этих инструментах. Он обратился к таким источникам, как миниатюра книжная, исламская миниатюра, воспоминания путешественников, побывавших в Азербайджане в Средние века, средневековые трактаты Сефиадзина Урмиви XIII век и Абдул-Кадыра Мараги XIV-XV века. Также он обратился к классической литературе, к поэзии, к творениям великих поэтов Азербайджана, в которых упоминались музыкальные инструменты. Институт рукописей имени Мухаммеда Физули. Это научный центр в системе Национальной академии наук Азербайджана. Он занимается исследовательской, архивной и библиотечной деятельностью. Коллекция института насчитывает почти 40 тысяч документов, в том числе 11 тысяч рукописей на фарси, азербайджанском, турецком, узбекском и арабском языках. Эти тексты располагают сведениями о средневековой медицине, астрономии, математике, поэзии, философии, истории и, конечно же, музыке. С древних времен на Востоке музыка играла важную роль. Это относится и к истории азербайджанской музыки. Уже в средние века здесь она являлась отдельной наукой. Саэфиддин Урмави и Абдулгадыр Маграги были великими учеными того времени. Саэфиддин Урмави жил в 13 веке. Это композитор, поэт и музыкальный теоретик. Он систематизировал звуковые комплексы, лежащие в основе азербайджанской музыки. С помощью этой системы он создал совершенную табулатуру. Абдулгадыр Маграги, так же, как и Урмави, внес огромный вклад в теоретическое исследование музыкальной культуры Азербайджана. О музыке много писали средневековые поэты. В классической азербайджанской литературе довольно часто встречаются описания и значения старинных музыкальных инструментов. Например, мы знаем, что в Средневековье на важных собраниях и встречах всегда присутствовал ансамбль. Из этого следует, что музыка играла важную роль в жизни людей. Об этом часто упоминается в трудах классика персидской поэзии Низами Гандживи, который жил в 12 веке. Среди манускриптов, хранящихся в архивах института, особый интерес для музыковедов представляет средневековая рукопись поэмы Низами Гандживи, Хасров и Ширим. Например, в поэме описывается инструмент барбет, который звучал во дворце Хасрова. Играл на нем музыкант, которого тоже звали барбет. Говорится, что барбет искусно играл на барбете и исполнял песни. Сейчас этот инструмент не используют в Азербайджане, но то, что он был у нас, говорится в этой поэме. Также в этом произведении очень часто упоминается название других музыкальных инструментов, таких как Ней, Дав, Ченг, Ут. Они звучали при дворе Хасрова. Также говорится, что они присутствовали и во дворце Ширин. Из этого можно сделать вывод, что названные инструменты имели довольно широкий ареал распространения. Уникальный литературный памятник привлекает исследователей не только своим содержанием. Поэма Низами Гяндживи щедро иллюстрирована миниатюрами. Восточная миниатюра – величайшее явление в истории изобразительного искусства. Это направление художественного ремесла появилось на Востоке в средние века и в основном выполняло функцию иллюстрации. Являясь дополнением художественному тексту, миниатюра делала чтение и понимание содержания легким и доступным. Спустя столетия миниатюры средневековых художников обрели еще одну важную функцию. Сегодня этот вид искусства стал своего рода энциклопедией для целого ряда историков и этнографов. Теперь это не просто иллюстрации. Миниатюры стали художественными документами прошлых эпох, которые четко отражают культурно-материальный уклад жизни людей. В другой поэме Низами Гяндживи в Искандер-Наме также упоминаются музыкальные инструменты. Там описываются военные походы, которые сопровождались кернеем. Этот духовой инструмент распространен в Средней Азии, но раньше он использовался и в Азербайджане. И Низами называет его тюркским неем. Он пишет, что тюркский ней использовал Искандер во время своих нападений, и его звуки устрашали врагов. Представьте, битва еще не началась, но, услышав звуки кернея, противники бежали прочь, и это четко отображено на миниатюре. Так, изучая средневековые рукописи и миниатюры, Медждон Керимов собрал достаточной информации для того, чтобы воссоздать старинные инструменты. Чаганэ – древний азербайджанский четырехструнный смычковый инструмент. Он существовал в музыкальной практике до середины XIX века. Сведения о нем сохранились в произведениях Мухаммеда Физули, Гитрана Табиризи, Насими, Сиит Азима Шервани и в записях некоторых путешественников. Так французский писатель Александр Дюма, отец, в своих воспоминаниях о путешествиях по Кавказу дал точное описание Чаганэ. Правда, Дюма ошибочно назвал инструмент чонгури. Я склонна думать от того, что после Азербайджана он поехал в Грузию. В Грузии есть инструмент чонгури. Но он совершенно иначе выглядит, и на нем не играют смычком. Он правильно описал чаганэ, хоть и назвал ошибочно. Но его удивило, что в отличие от виолончели, во время игры не смычок как бы движется вокруг инструмента, а напротив смычок в одной плоскости, а инструмент поворачивается к смычку, что совершенно точно, совершенно правильно передает то, как играют на чаганэ и, кстати, как играют на киманчэ. Боядерки в Шимахе. 19 век. Работа русского иллюстратора князя Григория Гагарина. На рисунке изображены придворные танцовщицы, ансамбль, музыкальные инструменты и чаганэ в правом нижнем углу. Я ранее ничего не знал об этом инструменте, даже названия не слышал. Меджнон показал мне его. Это был странный форма инструмент с грушевидным основанием. Корпус и гриф инструмента соединяет длинный металлический штырь, идущий от нижней части корпуса и играющий роль стержня. Он чем-то похож на виолончель. Мунис Шерифов – руководитель ансамбля старинных инструментов. Сегодня он первый и единственный в мире исполнитель на чаганэ. В конце прошлого века Меджнон Керимов предложил ему опробовать только что воссозданный чаганэ. Меджнон предложил мне, потому как в консерватории я обучался по классу киманчи. Это тоже смычковый инструмент. Я взял в руки чаганэ, и в этот момент что-то кольнуло мне прямо в сердце. Настолько глубокий и красивый был звук. Я остановился, немного подкрутил колки и продолжил. Кажется, в этот первый вечер я без остановки играл на чаганэ почти час. Потом я поднял голову и увидел, что из глаз Меджнуна текут слезы. Он сказал мне тогда, похоже, Всевышний позволил мне воссоздать этот инструмент для тебя, а тебя он послал, чтобы ты играл на нем. Оказалось, что до меня мастер предлагал и другим музыкантам попробовать поиграть на чаганэ, но у них этот инструмент не звучал. Сегодня чаганэ своим глубоким звучанием украшает ансамбль старинных музыкальных инструментов. В течение двух десятков лет профессор Меджнун Керимов воссоздал и другие инструменты. Каждая из них играет важную роль и является жемчужиной азербайджанского инструментария. Это гопус – струнный музыкальный инструмент. Его корпус изготавливается методом цельного вытачивания. На две трети деки натягивают кожу, а остальная часть представляет тонкое деревянное покрытие. Инструмент имеет короткий безладовый гриф. Меджнун Керимов называл гопус самым старинным среди других азербайджанских струнных инструментов. Ученый относил его происхождение к доисторическому периоду. И это справедливо, ведь согласно записям греческих историков, прототипы подобных струнных инструментов существовали у скифов еще в V веке до н.э. При этом гопус часто называют древнетюркским инструментом. Например, казахский шертер, имеющий историю в 2000 лет, по строению очень похож на азербайджанский гопус. Его тоже, как правило, вырезали из цельного куска дерева. Часть деки шертера покрыта кожей. Инструмент имеет также короткий гриф. А ранние его образцы, кстати, тоже были безладовыми. Следует отметить, что гопус упоминается о вообще-тюркском литературном памятнике Китаби Дедем Коркут. И если в восточной версии Дистана Дете Коркут играл на щепковом гопузе, то в казахской версии сказания Коркутата являлся создателем смычкового инструмента кобыс. Это не первый случай, когда в родственных культурах практически одно и то же название относится к совершенно разным музыкальным инструментам. Еще один яркий тому пример – азербайджанский чанг. Здесь это многострунный инструмент типа арфы, тогда как у другого тюркского народа, узбеков, чанг является тоже многострунным, но ударным инструментом типа цимбал. Согласно описаниям средневековых поэтов, азербайджанский чанг был исключительно женским инструментом. Его переливающиеся звуки украшали дворцы, и слушать их были достойны только ханы. Но со временем вместе с угасанием былого величия страны огней утратил свою популярность и чанг. Спустя столетия его также восстановил Меджнун Керимов. При реконструкции мастер опять же обратился к средневековым классикам и восточным миниатюрам. Так поэт Хагани Шервани, живший в XII веке, в одном из своих произведений описывает чанг следующим образом. Голова чанга – ногая, на плечи распустила шаль, но поясницу, окутав фартуком, прикрыла она колени. Из этих слов можно заключить, что это дугообразный инструмент. На открытую лицевую часть корпуса натягивается рыбья кожа, которая служит резонатором. Реконструированный чанг имеет 30 жильных или шелковых струн. Об этом инструменте в своих произведениях неоднократно писал и Низами. Например, «Лейли и Меджнун» – поэма, третья из его цикла «Пяти поэм», который называется «Хамсе», центральная поэма. Вот там, например, «Лейли» играла на чанге. Например, в «Семи красавицах» Фитне. Фитне развлекала Бахрамгура во время его охоты. Она развлекала живой музыкой. И у Низами упоминается дважды, что она играла на чанге, и трижды упоминается, что она играла на рудзи. Но миниатюристы почему-то изобразили ее все как один, играющий только на чанге. Вот верхом на коне она сопровождала шаха Бахрамгура во время охоты, развлекая его игрой на чанге. Сегодня ансамбль старинных музыкальных инструментов, состоящий из 15 человек, можно назвать настоящим музеем живых звуков. Все эти реплики древних инструментов были кропотливо восстановлены Меджнуном Керимовым. Последователи мастера и сегодня продолжают работу над возрождением древней музыкальной культуры. Так, при Национальной консерватории Азербайджана действует научно-исследовательская лаборатория реставрации и усовершенствования старинных музыкальных инструментов. Меджнун Керимов успел возродить 11 инструментов. Мы продолжаем начатое им дело, и сегодня лаборатория реконструировала еще порядка 20 старинных инструментов. Я уверен, что и мы, и будущие поколения должны знать, на каких инструментах играли наши предки, как они выглядели, как звучали, в каком диапазоне. И в этом направлении наша команда делает огромную работу. Помимо этого, наша цель – также совершенствовать национальные инструменты, чтобы они могли звучать в оркестрах, при этом могли исполнять и произведения мировой классики. Так ученые и мастера лаборатории усовершенствовали чанг. В новой версии этот старинный инструмент вполне может исполнять сложные произведения, уверены специалисты. Во-первых, мы увеличили диапазон чанга до 3,5 октав. Следовательно, увеличилось количество струн. Такая нагрузка на дугообразный корпус инструмента могла спровоцировать деформацию. Поэтому корпус мы усилили перпендикулярной подставкой. Также в новом чанге резонатором служит не только основание, но и дугообразная часть. Это значит, что звук чанга стал громче. Азербайджанские ученые установили, что в средневековой музыкальной практике Азербайджана существовали свыше 60 различных инструментов. Сегодня только половина из них используется на практике. Это значит, что ученых, музыкантов и мастеров ожидают новые интересные исследования в изучении древнего азербайджанского инструментария.